Кто такой Танос и какова его роль в Войне Бесконечности? Сегодня ты узнаешь это в этом выпуске. Перед просмотром советую подписаться на канал и поставить лайк этому видео. 3 мая 2018 года в кино выйдет фильм «Мстители. Война Бесконечности». Он расскажет о том, как Мстители и Стражи Галактики объединят свои усилия в попытке помешать безумному Титану Таносу за получить все Камни Бесконечности. Но кто же такой Танос? Танос родился на Титане, одной из лун планеты Сатурн. Он представитель расы Вечных, родившейся с дефективным геном, из-за которого ее кожа была более плотная и фиолетовая, чем у других представителей его расы. К нему относились как к изгою. Он никогда не чувствовал любви от близких и большую часть детства провел в одиночестве. Танос был гораздо сильнее других, так как его тело впитывало космическую энергию и позволяло ему управлять ей. Танос еще в юношестве увлекся нигилизмом, обособился от общества, а в итоге и вовсе влюбился в смерть, решив посвятить ей свою жизнь. В комиксах Марвел смерть имеет физическое воплощение в виде Госпожи Смерть, которая может принимать различные облики. Танос приносил ей жертвы, и одной из них стала его мать. Кроме того, он регулярно самосовершенствовался как физически, так и умственно. Со временем он стал самым сильным жителем Титана и получил прозвище Безумный Титан. В конечном счете, его прогнали с планеты, и он отправился путешествовать по космосу, собирая свою собственную армию. Когда ему это удалось, он вернулся на Рудной Титан и уничтожил практически всех Вечных. Так Танос рассчитывал обратить внимание Смерти на себя, и ему это удалось. Но Танос хотел большего, он жаждал любви и смерти. Для этого он отправился на поиски космических артефактов, обладающих огромной силой. С их помощью он бы смог уничтожать целые миры, принося миллиарды жертв Смерти. В попытках раздобыть могущественные артефакты, Танос узнал о Камнях Бесконечности и вскоре стал одержим ими. В комиксах он несколько раз собирал их все, и с помощью Перчатки Бесконечности действительно пытался перестроить Вселенную согласно своему видению. Но супергерои, как земные, так и космические, мешали его планам. В комиксах Танос несколько раз погибал и возвращался снова. В последний раз он даже переосмыслил свою жизнь и решил, что хочет власти над Вселенной больше, чем внимания Смерти. Танос редко действовал в одиночку, в комиксах у него всегда были приспешники. Самыми известными из них стала группа под названием Черный Орден. Они, кстати, появятся в фильме Мстители Война Бесконечности. Если ты хочешь знать больше о Черном Ордене, пиши комментарий, ставь лайк и подписывайся на канал. На этом история Титана подходит к концу. Несмотря на то, что персонаж существует уже больше 40 лет, интересных комиксов о нем не так уж и много. Сейчас я посоветую вам несколько отличных комиксов о Безумном Титане, которые не помешало бы прочитать. Первая из них – Танос Райзен. Это история о ранних годах Таноса. Из нее вы узнаете о том, в каких условиях он жил в детстве, как формировались его взгляды на жизнь и как он пришел к увлечению смертью. Вторая история – Инфинити Гантлет. Собственно, одна из главных историй про Таноса, которая рассказывает о том, как он попытается добыть все шесть Камней Бесконечности, чтобы поместить их в Перчатку Бесконечности, а Мстители попытаются ему помешать. Ряд элементов, представленных в этом комиксе, мы увидим и в фильме «Мстители. Война Бесконечности». Режиссеры фильма о Войне Бесконечности Джо и Энтони Руссо говорили, что в будущий фильм во многом основывается именно на этом комиксе. По сюжету Танос, желая выпустить Камень Души, помогает Адаму Ворлоку одолеть его злую копию Магуса. И последняя история за Танос Императив. Довольно безумная история о том, как Танос становится вестником смерти во вселенной, где смерть погибла и все стали бессмертными. Основная идея заключается в том, что Танос максимально приближается к тому, чем всегда хотел стать, и попутно спасает свою родную вселенную с отторжения из другого мира. Будущее киновселенной Благодаря слитому раньше времени тизеру фильма «Мстители. Война Бесконечности», мы уже знаем, что на Землю Танос придет уже без своей знаменитой брони. Она ему не нужна, потому что на планете нет никого, кто способен ему навредить. Особенно теперь, когда у него есть перчатка Бесконечности с несколькими камнями. С помощью этих камней Танос легко расправится со Мстителями. Если учесть его жестокость и слухи о том, что в Войне Бесконечности погибнет кто-то из Мстителей, можно предположить, что он убьет кого-то из супергероев, чтобы показать серьезность своих намерений. Я даже делал выпуск об этом. Ссылка на него будет в описании. Выходит, что Война Бесконечности для киновселенной Марвел станет не только кульминацией, но и доказательством, что герои Земли не способны противостоять угрозам извне. Если тебе понравился выпуск, ставь лайк и подписывайся на канал. Скоро тебя ждет много интересных видосов.